МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Ну, всех православных с покровом, святой Богородицы! Да, с покровом. Да, да, но хотя я считаю, что всем больше, как народные приметы этот праздник. Выпал снег, зима будет снежная. Не выпал, значит, будет не снежная. Не-не-не, после покрова на 40-й день должен лечь прямо. Лечь? Лечь должен. Серьезно, да? Ну, отсчитывай. Да, считай. Рада представить сегодняшних героев, людей, которые подарят нам живое выступление, живой концерт, праздник в ваш дом, так сказать, группа Рождества. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Геннадий Селезнев, да. Геннадий Селезнев. Здравствуй, Ксюшин. Привет, Ген. Сразу с места в карьер. И, между прочим, это не только моя такая какая-то прихоть, ты же знаешь, я не какой-то там скандальный журналист и так далее. Меня просто атакуют в директе и так далее на предмет того, что вышло в Инстаграм две афиши. Одна афиша с тобой, вот, группа Рождество, там, пам-пам-пам-пам. И вышла еще группа Рождество, и солист, не буду называть его имен, но я его запомнила. Весело живем, да? Да, 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 да. И, соответственно, музыканты вот этого другого Рождества, это бывшие музыканты этого Рождества. Очень интересно, да. Разъясни ситуацию, пожалуйста. Дело, ситуация очень простая. Группа Рождество перед вами, да. На самом деле это не участники группы Рождества, кроме Ольги, да. Это мои друзья Рома, Саша, это люди, с кем мы играем на гитарах, собираемся как друзья. А у них такие лица, как будто я их где-то уже не делаю. Ну, музыканты такие известные ребята, да, в своих коллективах. Мы просто любим под гитарой играть. Вот. Поэтому, а сегодня мы хотим поиграть песни, которые еще никто не слышал, а только вот будем их делать. Поэтому новый, но у нас два коллектива сейчас готовятся, да. Вот я на все это посмотрел и решил подготовить два коллектива. Инструменталистов. Инструменталистов, да. И сейчас новый коллектив, он изучает, он снимает старый материал, он репетирует. А мы пришли вот под гитарой поиграть. Вот такая история. Группа «Рождество» перед вами. Вот. Она никуда не делась. Мы творим. Вот недавно вышел наш клип на песню «Птичка моя на проводе». Вот только-только вот. Ген, ну, насколько я понимаю, ты же автор, да, всех песен. И исполнитель. Ну, естественно. Слава Богу, да. Естественно, автор, исполнитель. Я ведущая программы «Живая струна». Мне звонит, предположим, послезавтра группа «Рождество» с другим солистом и говорит, вот мы хотим к вам прийти. Мои действия. Вот просто, вот просто войди в мое положение. Что я делаю? Не, ну, вы должны же понимать, что есть авторские права, если они будут петь другие песни, да, и говорить там «Экст-музыкант» группы «Рождество», там называемся мы сейчас там «Дальняя ветерка». Ну, это пожалуйста, да. Но если вы собираетесь петь мой материал, который я пел, ну, от нарушения авторских прав. Ну, насколько я знаю, у вас какие-то суды идут, да, какие-то тяжбы нет? У меня лично нет никому, да. Я вот там кто-то пытается, ребята делают, да, ну, пожалуйста, попытайтесь. Нет, просто вот это вот «Суматоха», я так вспоминаю, много таких примеров, когда название туда-сюда и, ну, я уже молчу про 85 составов «Лосковый май», «Стрелки», там, это, ну, неважно. И путаница в головах, и в итоге никто от этого не выигрывает. То есть, в первую очередь, путаница у поклонников, вот дело-то с чего. Ну, настоящие поклонники-то все понимают, да, они все понимают, да. Мне это вообще, на самом деле, история неприятная, я ко всем нормально отношусь, даже тем, про кого ты сейчас, ну, говоришь. Вот, желаю добра и света, просто надо всем идти своей дорогой и не мешать другим. Понимаешь, я говорю, нет, счастье есть, его не может не быть, нет своего, порадуйся за другого. Вот, я эту бучу не начинал, поэтому я говорю, кто знает правду, тот знает эту правду. Нет, и последний вопрос, ну, скажи честно, пандемия всему вина? Коронавирус, да, точно, мозги поправил людям, да, но это пройдет, да, я надеюсь, что пройдет. И я хочу это закончить, вот, мне хочется приятное сделать, да, потому что группа «Рождество» в моем лице, она вот не только еще песни сочиняет, мы еще изготавливаем всякие приятные вещи. Я специально привез тебе подарок. Так. Я сейчас подойду к тебе и его вручу. Ну-ка, давайте-ка. Да. Ну-ка, а все смотрят, все следят за Ге... Ай, какой-то туесочек, смотри-ка у него. Если вы, например, не смотрите нас, а просто слушаете, какой-то кожаный туесочек... Смотри, короче, я так понял, что сумочка останется тебе, вот, а это... В коробочку можно всякие глупости. Смотри, вот это я хочу подарить тебе. А, и Пашке перепало. Да, брелок, это брелок, что ли, да? Да, это вот о чем я тебе говорил. А, ремень. Слушай, ну классно. Ну, здесь смотри какая, здесь все не так просто, тут надо размер... Это ручная, да, 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 да. Слушай, ну он регулируется, это классно. Давайте я покажу. Вот, я вам показываю. Такой вот он с карабином, да, вот так вот. И вот так вот. Хоп, раз, и вот так вот. Понимаете, какая красота. Такие вещи делаем, брелки делаем, ну, разные, да. Да, это... Рождество, брелочек-то. Да, с одной актерским... А это мне тоже все? Это тебе и подаришь кому-то, ребятам. Класс. А что ты будешь классическим? Вот в нашу непростую годину, безработицу, кожа настоящая. Очень. Да, из Италии. Да, да, да. Это дорого, это хлопок. И вот люди вот... Я сотрудничаю с одним очень-очень творческим человеком с его ателью. А вы посмотрите. Они разрабатывают экскизы мы вдвоем, да. Это просто одна из вещей. Там на самом деле много всего. Офигеть. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Мне очень приятно вам вручить. А это для вязания, для бабы Ксаны здесь. Да, если кто захочет приобрести, звоните, мы подскажем, где взять. Да, да, да. Я посредник, я на процентах. Уже и в теме, и в доле. Хорошо. Ну, в таком случае мы, значит, все выяснили, кто слышал, тот слышал. У нас сейчас... Надо нам прерваться? Нам надо петь уже вовсю. Нет, подожди секунду. У нас есть сейчас пауза? Нет, нам надо петь уже вовсю. Все, тогда начинаем, ребята. Что вы подготовили, я не знаю. Я пришла уже после вашего саундчека. Вот, поэтому сами объявляйте, говорите. Да, спасибо огромное. Да, Ольга, Рома, Александр. Шансон для вас, радиослушатели. Что-то такое с поем. То, что потом вы можете уже услышать, оформлено вот так вот. Кончился день, так начнется другой. И снова дела и заботы есть в просьбе. И я не иду рядом, и не иду стороной. Я только еду туда, где, надеюсь, вспомнят. Это остановка влюбленных сердец, те, что свое выбирали, искали. Это я, твой полуночный беглец. Смотрю на тебя и тают печали. И ты увидишь то, что не видит никто, мои шаги. Так дни и ночи нам говорят, возьмите лучше и не смотрите назад. Так дни и ночи себе я твержу. Прости мою слабость, твою доброту. Не говори ничего, не перебивай. Закрой глаза, слушай душой, дыши. И ты увидишь, как падает белый снег. И увидишь то, что не видит никто, мои шаги. Ты, не говори ничего, не перебивай. Закрой глаза, слушай душой, дыши. И ты увидишь, как падает белый снег. И увидишь то, что не видит никто, мои следы. И ты увидишь то, что не видит никто, мои шаги. Горо по Рождеству в живой стране. Прямо он плакт какой-то, да? Ты знаешь, Ген, ты будешь смеяться, я первый раз вижу, как ты играешь на гитаре. Ты же постоянно танцуешь. А вот сегодня у меня, я буду плакать, я не увижу, как ты танцую. Классно же, классно же. Нет, серьезно, я первый раз. Бывают там какие-то люди, пишут, завистники, то он играть ни на чем не умеет. Ни на чем, на нервах и на гитаре. Нет, я первый раз вижу действительно, что ты играешь на гитаре. Надо вот, кстати, из этой коллекции, из кожаной, сделать гитаре ремень, чтобы была возможность танцевать еще с гитарой. Есть уже? Идея уже тоже в теме, Паша, в доле. Нет, но мне почему-то кажется, что это первое, что приходит в голову, это сделать, конечно, для, ну, какие-то ремни, там, именно... Нет, ты знаешь, я дочке подарил такой чехольчик для ручки специально, да, вот ручку-то Паркер вставляет. Она мне перезвонит, говорит, что он говорит. Кто сейчас ручкой пишет, скажи мне, друг. Да, она мне говорит, папа, а можно ножны сделать? Кстати, всем привет передаю, доченьке моей любимой. Ой, к Санксанычу, Волковым. Из Сочи сегодня товарищ приехал специально. Илюш, Павлидев, тебе привет. Из Самары. Из Самары, привет, Питера, друзья. Из Питера, и большой привет хочу передать... Настеньке Финнышевой, дорогая. Солнышко, мы прием к тебе в гости, мы прям в прямом эфире говорим, не верь никому, верь мне, я приеду к тебе в гости. Я себя чувствую Якубовичем. Простите. Подарки мне, подарки мне подарили, и теперь приветы пошли по всему строю. Я просто тот раз забыл, когда мы были выше, что мне доченька хоть привет попередала, я говорю, каюсь. Короче, ребята, крутите барабан. Вращайте барабан. Да, очень приятно. Следующая песня. Хорошо. Ты думаешь, это так просто? Ты думаешь, я не пробовал, невозможно. Ты постоянно дразнишь меня. Ты думаешь, это так просто? Ты думаешь, это так сложно? Было всю ночь пить за тебя? Нет, нет, нет. Когда ты так осторожно Не давала выпить себя До самого дна. Женщина, это чаша Мужчина, напиток в ней И от того, какой он Зависит, кто будет с ней Танцевать этой ночью На крыше высотного дома Чтобы видели все жители Соседнего микрорайона Как Женщина, чаша С напитком внутри Все ночь До утра без слов говорит О любви Ты думаешь, это так просто? Приказать себе не смотреть на тебя Ты думаешь, я не пробовал, невозможно Хочется пригубить Хоть немного тебя Этой ночью танцуя На крыше высотного дома Чтобы видели все жители Соседнего микрорайона Как Мы танцуем Как мы живем Как Хорошо Быть вдвоем Женщина, это чаша Мужчина, напиток в ней И от того, какой он Зависит, кто будет с ней Танцевать этой ночью На крыше высотного дома Чтобы видели все жители Соседнего микрорайона Как Женщина, чаша С напитком внутри Встречает рассвет один На твои Новая струна 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 Ошибки не в счет, когда слезы на грудь Ранним утром упали за любовь и сразлук. Нету времени и расстояний для любви, что скулит изнутри. Я вся выткана из страданий, так как верю в лучшие дни. Только ты, только ты, побыстрее приходи. Только ты, только ты, не уходи. Побыстрее приходи, не уходи. Спасибо. Так, Геннадий Селезнев, группа Рождество, если вы так что решили нас послушать и посмотреть. Твой живой концерт, да, это именно живой, вот прям живой. Совсем новые песни, как я понимаю, да? Абсолютно. Просто хвастаетесь? Еще, наверное, не записанные даже, да? Вот как раз потом люди их услышат, уже записанные. Можешь продолжать? Оформим. Нет, да. Да, не все перепеть. А ты много приготовил? С запасом сделал. Да? Ну хорошо, тогда пой. Я смотрю, ты прямо изголодался. Да, ну, следующая песня такая, легкая дворовая вещь. Называется «Наш бусик катит по дорожке». Наш бусик катит по дорожке, А я сижу, смотрю в окно, Забыт печали и тревоги, И одиночество мое. И ты ко мне по золоту бежала, И прядь волос металась на ветру. Припав в автобусе к окошку, Сижу, смотрю на шире полей, Наш бусик катит по дорожке, А я копаюсь в памяти моей, Где вдоль дороги золото лежало, Что осень накидала. Там ты ко мне по золоту бежала, И прядь волос металась на бегу. Там ты ко мне по золоту бежала, И платье раскрывалось на бегу. Сейчас вон там, за поворотом, На остановке выйду прочь. Наш бусик мне моргнет ксеноном, И унесет былое прочь. А вдоль дороги золото лежало, Что осень накидала. По утру. Там ты ко мне по золоту бежала, И прядь волос металась на ветру. А вдоль дороги золото лежало, Что осень накидала. По утру. И мы с тобой по золоту бежали, И души раскрывались на ветру. Там ты ко мне по золоту бежала, Прошу, вернись туда, я здесь стою. В общем, волосы назад как-то. Слушай, бусик. Это где так называют? В дедовске бусик? Я знаю. Басик. Ну а бас, да? А у нас бусик. А у вас бусик-то. Да, да. Запомнили, да? Пупусистый пупу. Не, ну ты меня сегодня удивляешь. И гитара, и бусик, и волосы назад. Мы же творческие с тобой люди, мы должны удивлять, да? Конечно, обязательно, обязательно. Ну что, продолжаем, да? Да, да, давай. А, поем? Поем. Ты же говорить, как я понимаю, не очень хочешь. А что говорить-то? Мы же пришли сюда песен попеть, правда? Это понятно, да. Что эфирное время тратить? Но все равно интересно, чем ты занимался эти 9 месяцев? Сочинял. Творю. Ой, вообще, ты знаешь, если честно, прям вот, когда вот эта пандемия-то началась, ну, когда-то вроде сели, а у меня прям был призыв к действию. В смысле? Да. Не сидеть дома, ловиться куда-то, объезжать друзей. Мало ли что, вдруг не увижу потом. Да. Слушай, а фестиваль твой этот состоялся или нет? В пандемии? Нет. Не было, да? Да. Нет, ну, в Лазаревке вот летом у вас. А, нет, это было, было, да. И, кстати, я здесь вот хочу передать огромный привет Павлу Огневу. С супругой, да. Да, был наш вот этот лауреат, парень-победитель. И здесь как-то вот на днях... А, Сан Санычу привет. Вот мы приехали к нему как-то на дачу. И вдруг я слышу музыка знакомая, да? Я говорю, а кто это играет? Он говорит, а это Паша Огнев. То есть это вот парень, который... В седьмом альбоме он есть. Да, его песня в нашем альбоме. Слушай, людям так нравится. Паша, продолжай. Пошел, парень, то есть, да? Не без вашей помощи. Ну, хорошее, доброе дело. Мы слышим? Ну, продолжаем, да? Да, да, давай. Угу. Спасибо. На нюх. Ты, ты, ты. Ты сидишь напротив из воянеем. Живы лишь одни твои глаза. Замер мир и сердце в ожидании. Смог ли я прочесть в глазах слава? О любви не говорим ни слова. О любви все сказано давно. С ней все сладко только через горько. То она пришла, ушла через окно. Смотрим на часы все чаще, чаще. Говорим, что есть куда спешить. Было хорошо, куда уж слаще, если обо всем пришлось забыть. О любви не говорим ни слова. О любви не говорим ни слова. О любви все сказано давно. С ней все сладко только через горько. То она пришла, ушла через окно. Сколько вам не думает, что-то помню видит ли сентябрь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот и все прогнозы в Погров. Ждите снег. Живая струна. Ген, ну какая-то гастрольная жизнь налаживается или нет? Что-то можешь... Ну а что там сейчас? Они такие же, как все. Все переносится на другие руки. Все переносится после Нового года. Все держат руку на пульсе, как только, так сразу. Да, даже куда приглашают, там все равно как бы ползала туда-сюда. Ну понятно, такая сейчас штука творит. Но, други мои, самое главное это не раскисать. Я люблю не расставаться с добрым делом никогда. Ждать учусь и возвращаться. Даже если в никуда. А у нас такая страна. А у тебя не было такой вот мысли, что ты в принципе можешь без группы? Вот так сам. Вот там за стеклом, вот там за стеклом сидит звукорежиссер. Скромный ему человек, друг Макс Марченко. Молодой седой человек, да. Да, молодой седой человек, да. Вот в 2004 году я еще работал в желтом такси, и первые аранжировки делал Макс Марченко. Они были в электронном виде. Кстати, мы сейчас тоже к этому пришли. Вот забыл я сказать, одну из вещей мы новую готовим. В пандемию там будут такие слова. Мне с тобой хорошо, дай мне время еще. Это специально для этого времени, когда вот люди говорят вместе в квартире, вот им как будто, ну, тоже не могут смотреть друг на друга. Так вот Макс, когда делал первые аранжировки, он в то время сказал, говорит, Гена, тебе нужна только флешка. Во-первых, это бюджетненько. Я не хочу обидеть музыкантов ни в коем случае. А зачем флешка? Сейчас в телефоне все можно перенести. Да, да, да. Ну, я-то сторонник пирог есть, как говорится, всем гуртом, да. Вот, я люблю, когда люди радостные. Страшновато одному взяли на сцене. Ну, да, конечно, да. Ну, может быть, но не для меня. Я на флоте служил, да, поэтому океан, да, вот эта публика, поэтому она же принимает тебя, да. Иначе зачем тогда выходить? Не, ну, просто как-то так сложилось, что вот новый состав, эти музыканты, как я понимаю, сенсионные, они просто сегодня пришли. Это мои друзья еще раз, очень хорошие. Рома, кстати, Роман был на наших самых первых гастролях в Украине, помнишь, брат, да? Нет, это было еще и в Питере, где было куплено два билета, мы напились водки и уехали. Да, вот, я до сих пор храню большую афишу с того концерта. А потом вот уже Ромыч был, когда мы приехали в Киев, Думе офицеров, мы играли сначала в ночном клубе, а потом на следующий день играли там. Так вот, тысячник, табуретки, лапки ставили, там просто было не упасть. Профишь, Роман, да, как все это было? Вот, поэтому что делать? Я хочу, чтобы все были здоровы, чтобы быстрее все началось, чтобы гонорары у всех начались, и чтобы все люди были добрые. Вот, а можно я что-нибудь еще раз поеду? Сейчас, секундочку, я высчитываю, помоги мне, Павел Николаевич, просто чтобы знал Гена. Где-то две. Две песни, понимаешь, остается в живом исполнении. А потом под минус еще две. А потом под минус. А, ну, то есть, просто чтобы вы распределились, да? Окей. Ну, можно, мы сейчас одну, потом еще одну. Ну, конечно. А это не будем? Нет, будем. А иначе не получится. А иначе не получится. Иначе невозможно. Одну и еще одну. Все, хорошо. И еще одну. А, две, получается все. Две, одна и еще одну. Одну песню. Все, мы больше говорим. А мне и счастья много не надо, Будет лишнее, я поделюсь. Мне дай Бог, чтоб мое укрывало Всех и всяк, за кого я молюсь. А мне и радости много не надо, Пусть хотя бы в день по одной. От того, без кого мне воздуха мало, За кого я стою здесь, король. Слышишь, музыка льется С неба на землю. Вчера снегопадом, Сегодня в виде дождя. Слышишь, в этой песне поется, Что в любую погоду я выйду из дома, Чтоб увидеть тебя. А мне и правды много не надо, Хватит той, в которой живу. Люди горько ее еще называют, И чем горчее она, тем больше ее я люблю. Да мне и памяти много не надо, Аккурат, чтоб не спать до утра. И дай Бог, чтоб ее нам хватало, Не забыть, что с нами было вчера. А нам и счастья много не надо, Аккурат, чтоб не спать до утра. От объятий, что так не хватало, Чтобы жить здесь вчера, сейчас и всегда. Слышишь, музыка льется С неба на землю. Вчера снегопадом, Сегодня в виде дождя. Слышишь, в этой песне поется, Чтоб в любую погоду я выйду из дома, Чтоб увидеть тебя. А мне и силы много не надо, Хватит той, что мамка дала. Я с годами ее приумножу На друзей, на любовь и дела. А мне и счастья много не надо, Будет лишнее, я поделюсь. Но все, по всей видимости, Мне приходится сейчас прощаться. Я правильно понимаю? Можно еще узнать о творческих планах. У музыкантов можно задать вопрос. Нет, нет, я имею в виду, что... Задайте. Нет, нет, нет. Я имею в виду, ты знаешь, На самом деле, Я немножечко, так сказать, поражена. Потому что для меня очень неожиданный концерт сегодня твой, Ген. Ну, ваш, я имею в виду, да? Вот. Потому что я ожидала, конечно, ну, как обычно, старые добрые хиты и 2-3 новые песни, да? Так напополам. Ну, как обычно бывает. А ты сегодня, ну, и я заметила, может быть, мне показалось. Может, я отвыкла за эти 9, пардон, месяцев. Привыкай. Да, да, да. Вот. Немножечко даже как-то и стилек ты поменял. Или, может быть, из-за того, что такая акустическая сегодня программа мне так показалась. Да мне самому так показалось. Да? Да нет, у нас никогда стиля-то не было особо. Ты же знаешь, у нас 10 лет, да? То есть у нас каждая песня, она как это своя по-своему, да? А когда дойдет дело до оформления уже музыкального, еще сто раз прилопается. Но мелодия останется. Ну, да, 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 да. На самом деле это малая часть того, что есть вообще вот, то, что он сочиняет. У меня вообще сложилось такое впечатление, что у тебя что-то, помимо того, с чего мы начали, вот это составы там и так далее, там, что-то вообще еще в жизни поменялось. У меня есть такое ощущение. Во-первых, меня все время настораживает вот эта щедрость. Вот очень меня, когда вот человек хочет делать подарки, мне тревожно. Ты представляешь, сколько ты уже их делал? Нет, он мне позвонил и говорит, мы у тебя 14-го? Я говорю, я еще не знаю. Потому что он где-то неделю еще назад, я узнаю-то, когда... Вот, он говорит, так, какой у тебя размер? Какой еще? Я говорю, да, минуточку. Как раз размер твой, сумочка для шляпки как раз для тебя. Да, 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 да. Вот, и все. Я так думаю, что-то какое-то, какое-то движение у него, ну, когда человек хочет делать другого человека приятное, это значит, у него что-то хорошее в жизни происходит. Конечно, конечно. Это самое главное. Ну что, я прощаюсь с вами до завтра, тебе хорошо доработать. Спасибо большое. Очень приятно, что пригласили, Ксюша, здоровья желаю тебе лично, всем твоим родным и близким, да, и просто, чтобы мы многие-многие-многие лета, да, потому что ты легенда, ты мега. Спасибо. Ну, все, а с вас песня еще. Спасибо. Птичку? Давай. Под минус там мы споем, да? Да. Давай-давай-давай. Давай. 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 Давай друг к другу прикоснемся. Давай. Давай. Мне тоже страшно, что потом, а вдруг назад мы не вернемся, и где-то слой построим дом. Птичка моя на проводе, может, я с тобой посижу, я, как и ты, погибал не от голода, я, как и ты, без любви не могу. Птичка моя на пропастью, можно я с тобой полечу, я, как и ты, бегу не от голода, я, как и ты, без любви не могу. Давай. Давай. Уже не страшно, что потом, когда нам Бог своей рукою нарисовать. Птичка моя на проводе, может, я с тобой посижу, я, как и ты, погибал не от голода, я, как и ты, без любви не могу. Птичка моя на пропастью, можно я с тобой полечу, я, как и ты, без любви не могу. Птичка моя на пропастью, я, как и ты, без любви не могу. Птичка моя на пропастью, можно я с тобой полечу, я, как и ты, без любви не могу. Птичка моя на пропастью, я, как и ты, без любви не могу. Птичка моя на пропастью, я, как и ты, без любви не могу. Птичка моя на пропастью, можно я с тобой посижу, я, как и ты, погибал не от голода, я, как и ты, без любви не могу. Птичка моя на пропастью, я, как и ты, без любви не могу. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Давай. Давай друг другу улыбнёмся.